Всем привет! Сегодня 23 марта, мой последний день на Кипре. Я много вам что показал и рассказал про этот остров, но обошел вниманием отель, где я останавливался все это время в Пайтон Бич. Сам знаю, как тяжело выбирать отели по картинкам, по фотографиям, по описаниям на форумах. Причем неизвестно это какой свежести. Давайте я вам покажу, как этот отель выглядит в реальности, тем более я много что уже там посмотрел, пролазил. Может кому-то это будет полезно, кто-то его выбирает. Ну все, давайте пройдем внутрь. Итак, идем в холл, еще раз Луис Фаэтон Бич. Стоянка, большая стоянка, остановка вон автобуса вон там. Автобус едет до самого Пафоса. Отель на линии Пафоса, наверное, самый первый, в смысле самый удаленный от города. Вот здесь стоят и арендованные машины с красными номерами. посмотрите, это машины в аренду. В самом отеле есть пункт выдачи автомобилей. Отель четырехэтажный. Мы жили на втором этаже. У нас номера были на море, но вид там был наполовину на море. В принципе, здесь даже если будет вид не на море, то тоже достаточно спокойное место. Посмотрите, никакого активного города и трасса очень-очень тихая. Там очень редко приезжают машины. Вот жители острова еще одни. Давайте посмотрим, что внутри. Это у нас холл, два ресторана, два бара. Скажем так, вот один бар, вот второй бар. Холл очень просторный. Посмотрите, сколько здесь площади вечером. Здесь очень много народу. Ресепшн. Нет, холл очень просторный. В принципе, нам тут нравилось сидеть вечерами. Нормальное место. Вот аренда автомобилей. Магазинчик со всеми необходимыми товарами. Телефонная связь. Так, что еще у нас внизу есть? Внизу у нас бассейны. Бассейны. Внизу у нас бассейны, тренажерный зал. Там впереди детская игровая комната, но так как сейчас не совсем сезон, то она закрыта. Вернее, открыта, но работает не очень активно. Вот здесь где-то детская игровая комната. Лифты в нескольких частях здания, то есть само здание, оно довольно длинное и очень есть несколько лифтов. Тренажерный зал бесплатный. Мне так и не довелось там позаниматься. Вот тренажерный зал. Бассейны подогреваемые. Джакузи. Вот там джакузи вдали. Посмотрите. Там джакузи, а это подогреваемый бассейн и сауна. Там вот где двери, это сауна. В бассейне народу всегда немного. У меня жена с ребенком очень часто сюда ходят. В принципе, и ребенку нравится. Вода теплая. Все нормально. То есть бассейн, может он не слишком большой, но в принципе в джакузи вода еще теплее. Как бы всем все нравилось. Это по вечерам здесь в этом клубе представления различные. Дискотеки. Вот видите, здесь репетируют все сейчас. Не будем им мешать. Репетиция. Так, что еще вам показать? Здесь бильярд. Игровые автоматы, но они платные, мы в них не играли. Здесь теннис. Теннис настольный. Теннис настольный. Большой теннис есть на другой стороне территории отеля. Мы тоже в него играли, но корты есть. Детская игровая площадка, тоже один из вариантов выбора, почему мы именно этот бассейн, именно этот отель выбирали. Так как ехали с ребенком, ребенку здесь есть чем заняться. Посмотрите, детская игровая площадка. Здесь дети, бывает, футбол гоняют. Там вот детский клуб, в основном английский. Но летом высокий сезон, здесь и аниматоры детские русские есть. Здесь выход из главного холла, в основном самое солнечное место. Здесь в основном все собираются посидеть, что-то попить, позагорать. Тоже здесь много людей. Свой бар. Это все с учетом, что сейчас, конечно, не сезон. Отель считается не сильно новым. Реконструкция отеля была где-то в 13-м году. До этого он имел 3 звезды, сейчас это 4 звезды, но, как утверждают многие звезды заслуженные, можно дать даже побольше. Вот такие бассейны, только-только начали люди в них купаться. До этого вода была, конечно, и здесь даже прохладной, но сейчас, видите, все замечательно. Плавают, загорают. Сейчас, да, этот отель имеет 4 звезды. Вот с главного ресторана, столовой, как я его называю, люди на улице также обедают. Тут все загорают. На этом мы сейчас идем по направлению к морю. Вот, смотрите, бассейн тоже довольно приличный, длинный, большой. Летом вот тут открывается еще одно кафе, ресторан. Сейчас в этом нет необходимости, потому что люди кучкуются все-таки ближе к основному холлу. Идем по направлению к морю. Вот тут и на травке люди находят себе место. Шезлонги бесплатно, полотенце бесплатно. Так, это мы вышли на пляж. Вышли на пляж. В ту сторону у нас получается пафос по набережной. Туда практически все, больше ничего нет. Самая пляжная зона отеля, как вы видите, каменистая. Вход в море палит ступеньком с перилами. Это водоросли убирают. То есть, как бы песчаного пляжа у отеля нет. Ну, в принципе, чуть дальше метров 200-250 есть и песочек, и пляж с песочком. И в эту сторону советуют ходить на пляж с песочком и на ту сторону тоже. Так, здесь уже территория отеля заканчивается. Давайте пойдем в обратную сторону. А еще по какой причине мы выбрали именно этот отель. Есть еще одна игровая детская зона. Корабль. Сейчас мы до него дойдем. Пройдем мимо площадок игровых еще. А, аквапарк, да. Сейчас мы направляемся в сторону аквапарка. Единственное, конечно, что в наше посещение в марте он не работал. Он начинает работать с мая. Ну, вот, как бы во время его работы это очень такая серьезная точка притяжения. Потому что, посмотрите, аквапарк большой, горки большие. Их несколько. Раз, два, три. Три-четыре горки огромных. Я думаю, что здесь народу очень много в это время. Летом, когда он работает. Сейчас он затянут вот этой вот зеленой сеткой. А, тут тоже люди отдыхают. Идем до детской площадки. Так, это мы обогнули летний ресторан, который пока не работает. Но обязательно в сезон будет. Вот интересная детская площадка. Сейчас мы поближе подойдем. Очень мелкий бассейн. Со всякими детскими штучками, горками. Потом еще включат. Сверху будет вода. Видел на фотографиях, на видео. Давайте попробуем, что у нас тут с температурой. Ну, в принципе, вода уже достаточно теплая. Дети вон плескаются, бегают. Аквапарк. Вот, посмотрите, горки еще не работают. Но они довольно внушительные. Горки довольно внушительные. Я не сильно любитель аквапарка. Ну, и то. Понимаю, что горки приличные. А вот для детей и вот это место очень, думаю, интересное для игры купания. Вот еще одна детская площадка. Пиратский корабль. Очень редко в каких отелях есть много зон детского отдыха. Здесь их предостаточно. Вот посмотрите. Огромный корабль, где детям можно бегать, резвиться. Наш ребенок здесь постоянно играл. И играет. Так что, нормальное место для взрослых. Вот здесь на траве полежать. Дети бегают, играют. Вот еще разборки. Смотрите. Массивный. Так, возвращаемся в отель. Давайте сейчас зайдем в номера. Посмотрим, что там в номерах. Да, отель считается не очень дорогим, потому что все-таки не очень новый. Видно это больше всего по номерам. То есть, холл, столовые, какие-то развлечения, бассейны. Все. Придраться мало к чему есть. В номерах, конечно, мебель простенькая. Номера небольшие. 26 или 28 квадратов. Но по мебели, конечно, заметно, что отель не суперновый. Ну, собственно, цена, собственно, цена об этом и говорит. Собственно, цена об этом и говорит. Поэтому по соотношению цена-качество, мне кажется, это очень-очень достойно. Давайте сейчас дойдем до номеров. Здесь люди обедают. Вот самый главный ресторан, где проходят завтраки, обеды, ужины. Ну, в принципе, открыт круглосуточно. Пойдемте в номера. Так, заходим в холл. Ресторан. Поедем на лифте в номера. Так, сейчас проверю ключ при мне. Да, ключ у меня. Смотрите, какой огромный холл еще раз. Очень и очень прилично. С мягкими диванчиками по тому краю. Два лифта. Очереди практически никогда нет. О, лифт приехал. Идемте в лифт. Так, нам второй этаж. Всем привет. С кем не виделись. Приехали. Эй. Что такое? Поехали опять вниз. Опять вниз. Давай, уж открывайся на втором этаже. Ну вот. Доехали. Так, это мы на втором этаже. В принципе, самый, мне кажется, удобный этаж. Отсюда и холл видно. Пожалуйста. Там третий этаж. Ну а мы на втором. Так как сейчас не сильно большой сезон, почти вечерами практически все собираются в холле. Контингент очень пожилой. Ну, наверное, процентов, я не знаю, 70 пожилых англичан. Ну, молодежь есть. Ну, с другой стороны, это не тусовочный отель. Для молодежи это понятно. Изначально в Айанапу надо ехать за тусовками. Вот. Поэтому контингент спокойный. С детьми очень, очень нормально. Есть дети. С детьми много. Так что не думайте, что ваш ребенок здесь будет один. С детьми много. Нормально. Наш ребенок тоже со многими тут уже передружился. И русских много. И персонал по-русски говорит. И персонал по-русски говорит. То есть в этом плане никаких проблем у нас не было. И на ресепшене по-русски, и в баре по-русски. Так что тут все нормально. Так, смотрим. Наш номер двести четырнадцатый. О, две тысячи четырнадцатый. Такие ключи металлические. Так. Ага. Все, лампочка загорелась. Все нормально. Так, смотрим, что у нас здесь в номере. Номер небольшой. Номер небольшой. Однако. Холодильник. Пожалуйста. Вешалки. Вешалки. Шкаф. В смысле шкаф. В смысле шкаф. В полке. Зеркало. Все включилось. Что тут у нас? Обычный туалет. Обычный туалет. Ванна. Небольшой. Но не душевая кабинка, а полноценная ванна. Плавноценная ванна. Пожалуйста. Унитаз. Раковина. Полотенца. Ну, халатов нет. Может быть, я не знаю, кто-то привык с халатами. Халатов нет. Здесь у нас уже небольшой бардак. Надо собираться уже к отъезду готовиться. Полочка. Фен. Да, вот фен. Пожалуйста. В номере есть сейф. Есть и где-то здесь, но он... Платный. Мы им не пользовались. Вот он сейф. Он платный. Мы им не пользовались. Телевизор. Телевизор. Из русских каналов нашли только ОРТ. Ну, в принципе, нам хватало. Кровать большая. Вернее, две соединенных. Детская кровать. Детская кровать. А, вот этот интересный шкафчик. Для багажа. Пожалуйста. Вот тут стоят сумки для сумок. Картина. Авангард. Вот. Люстра, конечно, это вообще очень оригинальное сооружение. Посмотрите. Как бы не совсем понятен, понятно место подсоединения. И еще один подвес. К чему бы это и зачем бы это. Интересно. Так. Небольшая кубочка, где можно сидеть, писать. Кресло. Кровать. Ну, и балкончик. Балкончик. Небольшой. Мы брали с видом на море. Брали с видом на море. Ну, вид на море здесь вот как бы вот такой. То есть, сами понимаете, что там особо мало что можно выглядеть. Поэтому, в принципе, я бы, зная заранее расположение отеля, взял бы и вид не на море, на обратную сторону. В принципе, там тоже очень симпатично, не шумно. И смысла переплачивать просто нет. На самом деле, вид на море хорош только, наверное, вот у этой секции. Ну, вот и у этой, может быть, секции. У остальных секций, посмотрите, напротив. Ну, это тоже будет считаться видом на море. Но, сами понимаете, что он будет перпендикулярен морю. Так, что мы с вами еще не посмотрели. Да, наверное, вот на этом и все. То есть, территорию посмотрели, пляж посмотрели, номер посмотрели. Ну, в других отелях, может быть, вот это расстояние чуть побольше, номер там 30-32 квадрата. А так, в принципе, стандартная комплектация для отелей такого класса и таких курортов, скажем так. Все, кондиционер мы не пользовались. Но он есть, естественно. Вот. В общем, нам понравилось. 10 дней отдыхали. Понравилась твердая четверка отелю. С учетом еще и цены очень недорогой. Мы в марте за двоих человек плюс ребенок платили 106 тысяч вместе с подрядом. Ну, естественно, со всего инклюзив и так далее. Вот схема отеля. Мы находимся вот тут. Мы находимся вот тут. Вот тут мы находимся. Поэтому, смотрите, что вот это, вот эти, вот эти, вот эти номера, есть ли смысл брать их на море? В принципе, можно взять и внешний периметр номеров будет дешевле и так далее. Все. На этом всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Старте agency полификации Продолжение следует... К tong эвежите... Крининг проугольную Продолжение следует...